Приветствую, Сергей, приветствую, Игорь. В общем, мы начинаем наш первый выпуск нашей кухни организаторов. И будем приглашать, собственно, спикеров, организаторов с большим опытом, с хорошим бэкграундом, чтобы они рассказывали о том, как создавать события, делать их качественными, популярными. И сегодня у нас, в нашей воображаемой студии, находится Сергей Андреев. Он, кстати, по совместительству ведущий канала Организаторы на Ютубе. Кто еще не видел, вы можете посмотреть. Мы будем рассказывать больше про техническую часть. А Сергей рассказывает со своими гостями о том, какие истории случаются, как люди добиваются успеха, ну, в общем, про более, наверное, глобальные вещи, да, чем мы. Мы про технологию больше, про то, как создать качество. Вот. Сережа, расскажи о себе. Привет, ребята. Меня зовут Сергей Андреев, как вот был уже представлен. И я 15 лет назад создал компанию Magic Box. Это концертное агентство, которое занимается и организацией различных мероприятий, и продюсированием различных проектов, созданием. В том числе вот и наше шоу «Битва оркестров», про которое сегодня, надеюсь, вам в подробностях и красках буду рассказывать. Ну, а там более подробно, наверное, можно действительно посмотреть на нашем канале организаторы наши выпуски, которые мы сейчас в период карантина активно начали развивать, потому что я всегда, ну, как всегда, давно хотел эту тему начинать, да, но не было времени. Мы в год делали свыше ста концертов в разных странах, и времени просто не хватало для того, чтобы заняться вот таким направлением, да, более журналистской, что ли, работой. Ну, а сейчас время появилось, и мы его направляем вот на какие-то творческие сайты-проекты, скажем так. Круто. Ну, Игорь... Изменился формат. Изменился формат. Меня зовут Вячеслав Петровский, я директор по развитию «Айвикендер». А Игорь, собственно, его основатель, и Игорь презентует немножко наш проект. Мы не отвязаны от организаторов, а очень плотно с ними сотрудничаем. Поэтому, собственно, и решили сделать какой-то проект такой, который не про деньги, а про обучение, про то, чтобы организаторы могли у друг друга что-то подсмотреть, да, посмотреть, кто находит какие решения, более эффективно работать. Да, сейчас время учиться. Большая часть оффлайновой работы пока на паузе, сейчас время развиваться, да. И мы, компания «Айвикендер», я являюсь основателем, мы сделали платформу для организаторов мероприятий, с помощью которой организаторы могут управлять логистикой и проживанием своих посетителей. Наш партнер главный – это «Марафон Сан-Франциско», еще у нас классные партнеры в Казани, «Казанский марафон», «Омский марафон», «Марафон Гатчина», много-много других спортивных и не только мероприятий. С помощью нашего виджета эти организаторы предоставляют классный сервис своим посетителям, показывают удобное проживание, показывают дополнительные сервисы, можно забронировать авиаперелет, можно забронировать трансфер, ну, все, что необходимо для поездки. Полезно. Это улучшает сервис организаторов, увеличивает охват, привлекает больше пользователей и помогает получить больше ревеню, больше денег. Да, но самое главное, по сути, самую проблему, которую мы решаем, снимаем с организаторов вот эту… Да, головную боль. То есть, потребность отвечать на вопросы, организовывать это все. То есть, мы берем все на себя и, собственно, помимо того, что предоставляем хороший сервис, мы еще делимся комиссией, которую нам выплачивает поставщик. То есть… Ну, ладно, что мы все про нас, давайте про нашего гостя. Для нас он самый ценный. Мы должны были рассказать, кто мы вообще такие, для чего мы тут. Ну, правильно, конечно, конечно. Парни, ну, давайте так, какая тема нашего эфира? Это секрет организации событий, так? Да, наша задача рассказать, вот, предположим, придут люди, которые только хотят организовать события, и в том числе будут те организаторы, которые уже делают большие проекты. Мы рассказываем про структуру создания. Вернее, не мы, а ты рассказываешь. Ну, мы все вместе, да? Да. То есть, наша задача – структурировать вот эти все данные, да, о том, как создавать проект. Расскажи мне сначала, да, с чего началось все? Как так получилось, что ты решил сделать этот проект? С каких масштабов это начиналось? Как это? Смотри, окей, я понял вопрос. Начиналось все, ну, понятное дело, не с того момента, когда мы запустили проект «Битва оркестра». Начиналось все с очень маленьких концертов, которые мы начали делать с моим другом Митей Смирновым. У него была группа, и он предложил мне стать менеджером его группы. И с этого все начиналось. У меня не было никаких предпосылок к тому, чтобы заниматься каким-либо вообще творческим, и там уж тем более шоу-бизнесом. Я занимался совсем другой темой. И постепенно я так втянулся, и меня так увлекла эта деятельность, да. И я начал вместе с Митей, мы начали делать первые концерты, создали «Мэджик Бокс», нашу ассоциацию групп и творческих коллективов, и начали это дело развивать в Одессе. Постепенно там с течением лет масштабы начали расти. Это уже охватило там несколько стран. У нас уже было большое количество разных артистов, с которыми мы работали. Молодые, начинающие ребята. Вот у нас слоган нашей компании – «Каждый концерт – событие». И он такой очень емкий, потому что это событие для зрителей, которые приходят на концерт своих любимых исполнителей. И во многом это было… Вот те концерты, которые мы делали, это был первый концерт в жизни артиста. Можно представить какое-то событие для человека, который впервые выходит на сцену перед аудиторией и исполняет то, что он там репетировал долго, писал. Он переживает сильно. То есть это реально грандиозное событие в жизни. Каждого артиста он навсегда запоминает свое первое выступление. Звездный час. Да, и мы сделали первые концерты в Одессе, да, там сегодня уже очень популярных артистов, среди которых группа Boombox, да, очень популярная, крутая, и многие другие ребята. И постепенно-постепенно появился такой тренд вот на наших просторах СНГ, да, это оркестровые различные концерты. То есть пошли программы рок-хитов, которые исполняли оркестры, да, в таком масштабном звучании. И появился такой тренд на рынке, да, концертном. Это проведение различных там оркестровых концертов с разными программами. И мы также начали заниматься этой темой, организовали гастроли разных оркестров. И пришла идея, что, ну, было бы здорово сделать какое-то соревнование, да, какой-то такой проект, в котором бы приняло участие сразу два оркестра и по определенным правилам, да, по определенным там параметрам их бы выбирали бы зрители, кто из них самый крутой, да, оркестр. И мы начали разрабатывать концепцию этого шоу. И в итоге все это превратилось вот в то движение, такое масштабное, которое сейчас вот у нас здесь набрало такие большие обороты. Мы провели за пять лет, там, почти 20 битв. И в этом году было бы пятилетие нашего проекта. Это были международные битвы оркестров, международные, и, ну, проект, действительно, он показал, да, ну, творческий потенциал оркестров. И, ну, это культурное событие и яркое-яркое, очень эффектное шоу, которое собирало, ну, очень разную публику. У нас были и дети, и люди преклонного возраста. То есть это такое очень-очень, ну, для всей семьи там шоу реально. В чем монетизация? Продажа билетов? Ну, естественно, это продажа билетов и это привлечение партнеров, спонсоров в проект, которые хотели бы себя проявить в таком событии культурном, да, и потенциал, да, у проекта – это выход на телевизионный эфир. Давай поступенно будем по каждому блоку проходиться. Последнее мероприятие, которое вы проводили, ну, или лучше так, какое самое большое количество участников было? Я имею в виду посетителей. Да, потому что участники – это те, кто на сцене, да, и за кулисами в зале – это зрители. Ну, вот у нас были концерты в Палац Украина, это главная концертная площадка страны, в Киеве, 3600 мест. У нас были залы на 1500 мест, на 1200 мест. По всей стране разные площадки. Мы проводили во многих городах. А? Заполняемость? Сколько? Она разная, она разная. Некоторые были концерты полные солд-ауты, некоторые концерты были неполные солд-ауты. Это все очень зависит от разных факторов, да, и прежде всего, конечно, от участников, потому что оркестры есть именитые, есть уровневые, которые имеют свою аудиторию, имеют свою популярность, да, и есть оркестры, которые не так раскручены и не имеют доверия аудитории, хотя мы старались превратить наше шоу и стараемся в бренд, на который идут вне зависимости от участников. На каких условиях общаетесь, ну, сотрудничаете с участниками, с оркестрами? Ну, конечно, это гонорарная основа на сегодняшний день, хотя условия, ну, там, я бы сказал, лояльные с их стороны, потому что для оркестров это, ну, высокая мотивация творческая. Понимаете, это такой развлекательный проект, и он имеет очень хорошую репутацию, имидж, и многим интересно в таком проекте поучаствовать, проявить себя, в идеале, конечно, выиграть, но это не самоцель. Могу рассказать, как определяются победители. Да, по какому параметру? Значит, у нас стоят боксы для голосования в разных местах, при выходе с концертного зала, на сцене по бокам стоят, с логотипами. О, сейчас, секунду, покажу. Ну, вот, такие, конкретно у меня здесь в профи есть, боксы для голосования, в которые зрители опускают билеты, и мы в конце, после шоу, в присутствии представителей оркестров, скрываем боксы, считаем голоса, и тут же определяется победитель. То есть это фактически... Ты когда вынес, мне просто показалось, что сейчас будут, знаешь, как это голосование, да, оставьте ваш бюллетень, да, проголосуйте, оставьте ваш выбор. Прикольно. Вот, то есть максимально это объективная история, нет никаких жюри, нет никаких там смс-ок, да, то есть вот фактически кто в зале с билетами, те и голосуют, и выбирают. А сейчас же есть разные IT-решения, где можно сделать это все в электронном виде, нет? Или это сложно все? Наверное, наверное, но... Это ты IT-компания, ты IT-компания, вот. Ну, такой формат, он имеет какую-то свою, знаете, изюминку. То есть это все материальное, да, ну, то есть это не просто пришедший какой-то код, какое-то сообщение и так далее. Это вот билеты. Были случаи, когда люди не могли выбрать и рвали билет на две части и за два оркестра голосовали. Ну, это очень интересно. Ну, все, теперь сейчас, видишь, все бесконтактное будет. Теперь придется подумать там, да, как там это все в цифровом виде голосование устраивать. Теперь посмотрим. Расскажи о том, как ты формировал команду. Это была новая какая-то команда? Или вот... Нет, это фактически все делается на основе нашей команды, нашей компании. Это сбитый профессиональный коллектив. И мы привлекали, конечно, всегда наших локальных партнеров в городах, да, с которыми мы сотрудничаем, у которых есть какие-то свои ресурсы локально. У нас каждый раз это создание шоу с нуля, потому что мы не можем повторяться. Мы всегда пишем новый сценарий, мы всегда придумываем новые конкурсы, мы всегда придумываем новые какие-то форматы для того, чтобы зрители, приходя на каждую новую битву, получали полностью новый продукт вообще. И у нас сформировалась та аудитория, которая ходила на все шоу. Вот они с первой и вот до крайней битвы они посещали. Это было очень приятно. Вы какие-то делаете, помимо этого мероприятия, дополнительно для фанатов, какие-то мероприятия? Ну... Сборы какие-то, нет? Ну, смотрите, мы делали в рамках раскрутки каждой битвы много разных оффлайн-акций. У нас оркестры играли в метро, у нас в Горсаду, в Одессе были открытые репетиции накануне шоу, да, и это... Ну, у нас много всего мы вытворяли, понимаете, сейчас не вспомнишь, за пять лет... Я имею в виду чисто какой-то типа автопати для фанатов. Ну, нет, нет, нет. Ну, такого мы не придумывали. То есть, в комьюнити вы как бы не создаете такое некое шоу. Ну, оно фактически существует, да, но, то есть, это люди, фанаты оркестровой музыки, любители вот такого вида искусств. А так, чтобы мы делали для них какие-то квартирники или какие-то... конференции, ну, не знаю, такого нет, не делали. Может быть, надо подумать в эту сторону. Окей, ну, раз мы коснулись команды, расскажи о команде, кто эти люди и скольких людей это вообще все состоит. Время – очень компактный коллектив. В этом есть большие плюсы и преимущества, потому что, ну, на каждом высокая степень ответственности и большие полномочия, да. Прежде всего, это режиссер проекта Виктор Сирота, наш креативный директор, и мы с ним продумываем вот концепцию каждой битвы, мы продумываем все нюансы по репертуару, по... Ну, конечно же, мы это делаем все в очень активной коммуникации с участниками, с оркестрами, с ведущими, звездными гостями, потому что у нас, помимо оркестров, в шоу участвуют приглашенные гости, это вокалисты, это, там, чемпион мира по степу у нас участвовал Останин, Саша, да, и, в общем, у нас принимал участие лучший жонглер мира, финалист шоу America Got Talent Виктор Ки, жонглер топовый, это просто было нечто, вот у него номер 6 минут был под аккомпанемент оркестра, двух оркестров в Одесском оперном театре, ну, люди 6 минут просто раскрыли рты, да, они завороженно наблюдали за тем, что он творил там, я пришлю вам, посмотрите, вообще, кто он такой, вот, и как он выступает, как он выглядит, ну, то есть, это фантастика была. Битва оркестров это такой микс жанров различных видов искусств, это музыкальное искусство, это хореография, это цирковое искусство, это стендап, потому что у нас много юмора, у нас все это очень на такой легком таком настроении проходит, да, мы очень активно привлекаем, внедряем аудиторию, зрителей в шоу, да, много интерактива, ну, вам надо побывать просто и понять, приехать, если впустят, а хотя, что не впустят, я в прошлом году был, из Стамбула, переехал к вам в Одессу на кораблике. да, ну, сейчас мы, конечно, все обеспокоены ситуацией вот с ограничениями по проведению мероприятий массовых, да, куча нюансов возникает, да, мы, конечно, ждем, когда все это разрулится и занимаемся творчеством, придумываем на будущее много разных новых фишек. Расскажи, пожалуйста, Сереж, вот ты сказал о участниках, вот каких-то именитых таких людей, вы как с ними связываетесь, чисто технический момент, да, какой оффер даете, что им предлагаете? Сразу говорю, значит, сразу говорю, но битва оркестра вообще-то платформа, на сегодняшний день уже это как, ну, не просто, да, концерт или шоу какой-то, платформа, для для творческих людей и многие знаменитости, понимаете, они уже немного утомились от того, что они вот в какой-то системе очень такой, ну, скажем, жесткой и однообразной находятся, а битва оркестров позволяет, ну, новые какие-то краски в их творчестве, вот, можно сделать аранжировку какого-то хита исполнителя, да, и сопровождение двух оркестров, в таком роскошном звучании, та песня, которую он исполнял 20 лет или 25 лет, да, она засвучала совершенно по-другому, и на них кайфуют реально, просто от этого, и мы вместе с ними, и зрители, вот, поэтому сразу скажу, что там гонорарной какой-то основы нет, потому что нет бюджетов у шоу, да, чтобы там дать гонорары звездным гостям, и тут те, кто чувствует в этом заинтересованность, те, которые к нам расположены дружески и совпадают когда графики, потому что, ну, это все очень индивидуально, да, когда это срабатывает и получается очень здорово, то есть у нас все, кто участвовали, ну, насколько я могу судить, да, они остались довольны этим опытом и эмоциями. Ну, чисто технически, я имею в виду, вы им пишете в Инстаграм, куда вы им пишете? Мы 15 лет в бизнесе, парни, ну, в принципе, всех знаете, контакты? Ну, многих знаем, многие знают нас, есть много общих знакомых, есть у дирижеров, у оркестров много своих друзей, знакомых, да, в элите шоу-бизнеса, поэтому, ну, здесь уже просто определенная среда, есть. Профессор выйти на кого-то нет, я понял. И, да, ну, то есть, это уже, ну, притягивает как магнит, проект, он притягивает уже новых, новых участников, но, но, самое главное, это всегда исключительно оркестры, это исключительно оркестры, на них держится все, там, на 80, как минимум, процентов, успех, ну, каждая битва зависит от того, участников, потому что те оркестры, которые, они перформеры, да, которые имеют мощные, поставленные, яркие, крутые концертные номера, они заводят публику, они, чувствуются, да, энергетика, а те оркестры, которые привыкли работать в оркестровой яме, да, которых не видят зрители, да, и у них совершенно другая энергетика, у них совершенно другой, скажем, принцип работы, и вот такие оркестры, они фактически не имеют никаких шансов победить в битве, потому что у нас, ну, там все очень-очень сразу становится видно и понятно, да, оркестр может даже хорошо звучать, хорошо играть, но он просто не вызывает эмоции у зрителей, вот и все. Не дает шоу, да. А кто у вас жюри? Я говорю, что жюри у нас зрительский зал. А, ну все, то есть все, и больше никаких нет там. На которой мы стояли и стоим вот по сей день, хотя, конечно, если бы сидели какие-то, ну, там, медийные персоны, да, и говорили бы, вот там, да, вот это было супер, а здесь вы знаете, то есть, может быть, как элемент энтертеймента, это было бы нормально, да, и... Пропал куда-то, Сережа. Да? У тебя тоже? Ага. Игорь? Ну, сейчас восстановится связь. Бывает такое. Так силах ровно глаза закрыли. Так вот, поэтому мы хотим, чтобы у нас победители определяли только, только зрители, ради которых и делаются все дешевые. Хорошо. Если говорить еще про фортерский, сейчас можем перейти, так, к организационным моментам, да, к каким-то бизнесом моментам, да, но еще надо говорить по творческой, там, творческим составляющим проекта. Я уже сказал, что важно, да, на первом месте это оркестры, их уровень. Дирижеры. Дирижеры у нас звезды, вообще, самые главные звезды, да, на сцене, это дирижеры, они, есть у нас очень харизматичные, артистичные ребята, ну, как ребята, и некоторые, может быть, там, за 60 или за 70, некоторые, может быть, 20, там, с чем-то лет, ну, вот, от их работы на сцене зависит то, как вообще накачивается энергетика оркестров, понимаете, то есть они не просто там, ну, как-то... Капитаны корабля, по сути. А? Капитаны корабля, говорю. Да, 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 они не просто держат какой-то там темп в музыке, да, еще что-то там, да, помогают оркестрам, они их мотивируют, они их зажигают, но это совершенно особый вид искусства и деятельности, который, ну, обычно, да, мы вообще не понимаем, не обращаем внимания. Погрузившись в эту тему, я начал это все замечать и, ну, получая огромное, удовольствие от процесса. Но, но... Как вы выбираете оркестры? Оркестры мы выбираем, исходя из их, прежде всего, конечно же, мастерства, как они работают в своей обычной деятельности, да, потому что битва оркестров, это вот яркое событие, вспышка, да, раз в год для них, там, или раз в полгода, или раз в три года может произойти, но у них есть каждый день работа, они собираются на своих репетиционных базах, они ездят на гастроли и так далее, и мы знаем, кто из них крутые, кто из них, ну, вообще, что, на что способны. Поэтому, исходя из этого, мы, конечно, уже и приглашаем. Не все соглашаются, не каждый готов, да, некоторые не хотят рисковать, ну, потому что для них это, ну, проиграть, да, в шоу, это как бы удар по их репутации, по их имиджу, понимаете? Вот, тем, тем важнее для меня, да, вот я оценю тех наших корифеев, да, есть, ну, грандиозные коллективы с историей 50-летней, которые выходят, да, и ставят на кон свою, скажем, историю 50-летнюю, и проиграть, они, может быть, и боятся, но, но, они идут на этот риск, понимаете? Ну, в этом-то весь кайф, да, слушай, даже Челси проигрывает, там, да, в футболе, Челси не может не играть, понимаете, в Канаду, а оркестры могут не выступать против другого оркестра и не рисковать, там, да, потому что он сольный концерт свой отыграл, все поаплодировали, все сказали, это супер, да, а когда выходит, ну, то есть оркестры выступают по очереди, да, то есть сыграл этот оркестр произведения, следующий ответил, и так далее, и, в общем, это очень творческий проект, и очень, но он разноплановый, разноплановый. Сколько вы человек собираете в среднем? На шоу? Или давай так, максимально, да, сколько вы собирали, да, зрительный зал? Зрительный зал, я же говорю, 3600 мест, вот, Палац Украина. Окей. То есть этот формат, вот мы ездили в Польшу на переговоры ровно год назад, да, вот нам польские промоутеры говорили, это надо ставить в борцы спорта. Угу. Чтобы, да, то есть такое, что... Это для них, вот, их восприятие, это, типа, настолько грандиозное, глотальное шоу, такой проект, что это надо делать, вот, на больших аренах. Ну, окей, 3600. А как, с чего формируется бюджет мероприятия? Ну, смотрите, на первом месте, на первом месте, наверное, это все-таки аренда зала, да, то есть это дорогие залы, которые, ну, тянут большую долю бюджета. Дальше. Очень дорогое техническое обеспечение таких проектов. Ну, вы понимаете, что здесь не 4 музыканта на сцене, а 150, например. И их надо вызвучить, их нужно обеспечить всем необходимым оборудованием. Это должно быть яркое световое шоу, это экраны, мультимедийное оборудование, звуковое. Ну, это очень технически затратная и сложная история и требующая огромной подготовки. Саундчеки, да, то есть у нас оркестры с утра раннего на сцене уже монтажи, репетиции, настройка, совместные композиции, которые оркестры исполняют, это очень тяжелые дни, да. На сутки берете в аренду зал, да, площадку и начинаете там работать с самого утра монтаж, конструкция. Ну, это может быть и с ночи уже заезд, и накануне вечером уже технические службы заезжают и начинают подготовку. Потому что я вам скажу по опыту, ну вот, если не хватило времени на монтажи, на подготовку техническую, на репетиции, да, на саундчеки, то это обязательно будет задержка начала, это обязательно будет задержка по ходу людей, у нас такие случаи были, и это очень сильно влияет, знаете, на что, на настроение людей. То есть, люди уже заходят в зал, не довольны, настроением, ну вот, они на празднике, да, сейчас все будет, начнется, они заходят уже немножко раздраженные, понимаете, и вот этих их нельзя допускать, потому что это трудно и оркестрам после этого, наверное, да, людей разогреть, поменять настроение, да, вот эти все нюансы надо очень сильно учитывать. И у нас были такие там зубры, звукорежиссуры, понимаете, там за пультом, но которые просто не справлялись, вот они брали на себя эту ответственность и не справлялись с этим сложным делом, и у нас из-за этого часто происходили какие-то задержки, накладки, эти моменты, которые, мы уже сейчас сейчас уже организм большой, да, много участников, много составляющих, да, вот, и бюджет как делится в процентном отношении примерно? Рассказываю, наверное, там, ну вот, процентов 30, ну, наверное, на вскидку, да, это аренда зала, потом процентов 30, наверное, это техническое обеспечение. Это ваши подрядчики, да? Подрядчики, да, наша компания также занимается техническим обеспечением проекта у нас прокатная своя компания, да, но если, например, мы работаем во Львове, а у нас вот основные мощности базируются в Одессе, но мы не будем ехать 800 километров, везти, ну, неоправданно, неслесообразно, вот, поэтому мы, конечно же, обращаемся к нашим партнерам, мы уже, то есть, мы сделали за 15 лет, ну, там, свыше тысячи концертов, по всей Украине и в разных других странах, то есть, у нас, конечно же, уже партнеры, наши друзья, прокатчики и те цены, которые у нас есть на обслуживание наших проектов, они, конечно же, уже льготные, они уже лояльные и там, дружественные, поэтому, если бы эти были какие-то еще прайсовые цены и, типа, ну, вот, как для нового клиента, ну, это вообще было бы неподъемно. Тогда бы вы в минусы шли, да? Ну, мы выходили в минуса, ребят, вы что думаете, что у нас проект каждый раз приносил прибыль? Нет, конечно, нет. Большие были убытки, конечно. Рост, рост, да, непрост. Начинать всегда сложно. Ну, да, именно связано с тем, что высокая затратная составляющая. Ну, дальше договорю по бюджету. Аренда, техническое обеспечение, потом, наверное, гонорарная часть, да, это оркестры, ведущие, дальше это рекламная компания и маркетинг. Это тоже высокая затратная такая компонента, которая, ну, это наружная реклама. Вернемся, да, к маркетингу обязательно и к пиару коснемся этого. Что входит, вернее, как вы формируете стоимость билета? Исключительно ориентируясь на какие-то рыночные аналоги, да, мы не можем поставить сильно высокую цену билета по той причине, что наш зритель это не какой-то лакшери и вип-сегмент. Это люди, ну, вот, всех слоев населения, скажем так, это и много у нас пенсионеров приходит, то есть у нас много пожилых людей в зале, да, которые, вот, им нравится формат такой музыки, да, и это, конечно, много и молодежи, средних лет людей, но, то есть мы не можем поставить цену, ну, условно говоря, там, 100 долларов за билет, да, или 50 долларов за билет, ну, то есть это значительно дешевле, мы должны соблюдать здесь некую золотую середину между тем, что люди могут себе позволить и тем, что нам нужно собрать для того, чтобы окупился концерт. Вот так и подходит. Окей, расскажи тогда о... Так, сейчас я скажу. Могу рассказать, знаете, о чем еще? Ну, могу рассказать о том, что вот я теряю лично, например, от 3 до 5 килограмм за вот каждую битву. Вот, это настолько нервное, это вот идет сжигание, вот, да, вот калорий, такое сумасшедшее, вот за день до концерта и в день концерта, но вот от 3 до 5 килограмм это точно. Поэтому вот... Прям фитнес, да, мышцы растут, ты не замерял там... Волонтеров, которые... Мышцы не замерял, знаешь, там бицепс, бицепс стал крупнее, там, да, шея стала мощнее, там, замеры там... Ну, как может стать крупнее, если, если скидываешь вес? Я, наоборот, все время стремлюсь его набрать. Окей, может быть, знаешь, это, кулаки сбиты, там, там, да, когда во время, там, разговоров за кулиси, там, с подрядчиками, да? У нас, парни, не было ни одного конфликта настоящего в шоу, слава богу. Ну, слушай, ты светлый человек, с тобой приятно вот разговаривать, я понимаю, что ты дипломат великий. У нас, у нас команда... Разруливать там любые проблемы. У нас команда очень позитивная, и вот Витя Сирота, наш режиссер, он человек такой, знаете, бесконфликтный абсолютно, и, ну, всегда у нас атмосфера и отношения со всеми участниками, но они такие правильные, хорошие. Это круто. А какое время до начала мероприятия, до даты, вы начинаете подготовку? Вот бывает, бывает, что и, там, пять месяцев, да, бывает такое, вот в идеале, как бы, вот, чем больше времени, тем лучше, да, потому что... Или только закончилось одно, уже начинаем... Да, да, и так мы делаем, но планирование – это очень важный аспект, потому что, если вдруг, там, появилось желание, давайте сделаем, типа, через месяц, да, но ничего хорошего, скорее всего, не получится, потому что это творческий продукт, и он создается, как я уже сказал, вот всегда с ноля и по-новому, по-новому. Все диалоги ведущих, которые мы прописываем, все, ну, вот, нюансы, да, сценария и так далее, это все придумывается каждый раз по-новому. То есть, это шоу ручной работы, вот, на сто процентов. Ну, вот, создавая проект, да, конкретное мероприятие, как часто вы собираетесь с командой, есть ли какая-то технология, может, вы используете какие-нибудь Giles-системы или Scrum? Слушай, вопрос хороший, вот эти слова страшные, я погуглю, а встречаемся, мы работаем над проектом, но очень много, очень много, и пока идеи формируются, да, потом мы уже, финальный вариант, какой-то сценарий, он уже может доделываться уже, вот, в день концерта, понимаете, там что-то вычеркивается, добавляется, новая какая-то идея пришла, это полностью креативная история, и, ну, то есть, все не продумаешь, и все не запланируешь, точно. жесткой структуры, систематизации какой-то, какого-то контроля, этого нету, да, в команде, то есть, если у нас, типа, спит на задачу, да, какой-то там на неделю, или там на две недели, и вот мы ее разбили, мы ее делаем, встречаемся, совещание и так далее. У нас не так все формально, вот, у нас более все, скажем, творчески, и более гибко, да, надо, конечно, определенные, там, иметь дедлайны по каждому из пунктов, и я это вот требую, добиваю, все-таки, чтобы у нас все было заранее сделано, прописано, там, репертуарное, основа шоу, да, то, что исполняют, потому что, ну, какие произведения исполняются в программе, это очень важно, потому что, если оркестры начнут играть какую-то классику, да, ну, вот, весь концерт, ну, это не возымеет должного эффекта, понимаете, у нас в шоу три, три этапа в каждом шоу, это первый, это авторский блок, где оркестры исполняют либо собственного сочинения произведения, либо подаренные авторами, следующий блок, это национальные произведения, да, это может быть класс, там, ну, народные какие-то произведения, или, ну, там, как правило, да, какие-то фольклорные вещи, и третий тур, это мировые хиты, и у нас все сбалансировано, да, и идет постепенное накачивание, накачивание атмосферы, эмоции в зале повышаются, кстати, вот, вспомнил я про этот бокс, да, здесь написано, да, эстрадно-духовой оркестр, сувенир, это, у нас была в истории проекта, битва, битва оркестров дети, ой, мы так хотели, это Витя Сирота, вот как раз наш режиссер предложил, эту тему, да, попробовать с детскими оркестрами сделать, это было очень сложно, мы не могли найти детские коллективы, которые могли бы выйти, на профессиональном уровне выступить, нам говорили наши, вот здесь, корифеи, оркестровой музыки, да нет в Украине таких оркестров детских, там были раньше, там что-то, да, но сейчас нет, но мы нашли, у нас была битва Киев-Львов, и, ну, ребята, это надо было видеть и чувствовать, в зале, во-первых, собрались родственники, одноклассники, там, друзья, знаете, вот тех людей, которые выступали, а у них, ну, вот, выражение эмоций совершенно другое, это не просто, пришла публика в зал, и вот им понравилось, они после номера аплодируют, они шумно поддерживают, они там кричат, они стоят, то есть это было так, знаете, как вот на каком-то футбольном состязании, в финале Лиги Чемпионов, или что-то в таком духе, это было просто разрыв полный. Зарядили, да, ну, видишь, энергетика имеет значение, выступающих, да, притягивает магнитом. И как ты проводишь контроль, извини, Игорь, как проводишь контроль своей команды, то есть, что ты используешь, Excel, где у тебя прописаны дедлайны, как ты мотивируешь команду? Я всегда вот пользуюсь записными книжками, если бы я вам показал, сколько у меня их, вы бы удивились, наверное. Вот у меня там прописан свой план, и на опыте я понимаю, когда у нас что должно быть готово, и у нас общие чаты, в Телеграме, да, и мы там координируем всю работу. Нам просто нужно там основные элементы выполнить. Первое, там, создать сценарий шоу и согласовать с участниками. Вот самое важное. Без этого, ну, как может шоу проходить? Интуитивно, что ли, импровизационно, но такого не может быть, это будет завал полный. То есть, важно сценарий сделать, это самая основа. Дальше важно, я лично отвечаю за техническое обеспечение, я занимаюсь этим вопросом, согласовываюсь с подрядчиками, там, все эти нюансы, да. Дальше, ну, наш руководитель отдела маркетинга, там, управляет процессом рекламной кампании. То есть, я там могу как-то точно контролировать, смотреть, что там сделано, у нас есть все эти сметы, все в электронном виде там ведется, когда, какая там активность запускается, когда там радио запускается, когда интернет запускается, там реклама, когда наружная реклама запускается, все это делается. Ну, конечно, без команды такие события делать, ну, наверное, ну, может быть и возможно, но очень тяжело. Ну, я понимаю, ты как продюсер должен за всеми следить, и какова их мотивация? В том, чтобы выполнять все вовремя, давить на них или нет? Ну, какая может быть мотивация? Ну, как и в любой деятельности, да, ну, то есть, люди либо справляются со своей работой и работают, либо они не справляются и теряют работу. И, слава богу, у нас в компании, ну, люди, которые работают там, костяк основной, ну, там, по многу лет. Поэтому, ну, важно, чтобы люди были ответственны и понимали, что от результата каждого проекта зависит, собственно, ну, вообще существование и компании, и их доходы личные. Это все. Да, всем бы это в уши залить бы. Нет, ну, не знаю, ну, как по-другому. Ну, у нас есть там определенная бонусная история, если говорить про финансовую мотивацию, это определенный процент от аншлаговых проектов для отдела маркетинга вот у нас там направляется, да, и распределяется среди сотрудников. вот так. Круто. А сколько у вас человек в команде? Ну, у нас это зависит от там каких-то периодов, да, мы иногда расширяемся, иногда ужимаемся, ну, там, это в районе 10-15 человек. Ну, нормальный такой, да, нормальный такой dream team. Да, да, и когда-то я хотел, наверное, там, думал о том, что нужно большую команду иметь, но со временем понимаю, что лучше иметь крепкую команду профессионалов, да, и привлекать аутсорсинг, да, привлекать партнеров, и тогда это все более жизнеспособно и более эффективно становится. По поводу технической части можешь пару слов сказать? Как происходит у вас там продажа билетов, учет мест, сбор денег, то есть вот эти вот сайты, мобильные приложения, вот эта инфраструктура интересна. Мы, как и все, делегируем полномочия по реализации билетов билетным операторам, которые занимаются продажей билетов, у них там какие-то билетные кассы свои, сайты свои, клиентские базы, ну, вот в этом отношении все согласно там уже принятым на рынке, скажем, правилам работы, что ли. Какие-то у нас клиенты есть, которые могут обратиться в предприятие, например, приобрести какие-то билеты на концерт, вот мы с ними работаем, и заинтересованы, конечно, в том, чтобы были разные источники реализации билетов и поступлений финансовых, но я вам так скажу, смотрите, парни, если проект неинтересен, да, ты его почти никак не вытянешь, то есть ты не уговоришь никого купить билеты, ты никого там не подпишешь в каких-то спонсоров и так далее, поэтому надо добиваться прежде всего того, чтобы была реальная популярность у проекта и ну, востребованность на рынке, тогда как бы вообще все хорошо. Какая-то уникальная секретный соус, да, а в чем твой секретный соус, как ты думаешь? Ну, смотрите, ну, формат интересный, да, ну, сам по себе формат битва оркестра, да, он уже привлекает и внимание, и звучит круто. Надеюсь, там, они на ринге, там, там, бои без правил, там, барабаны надевают друг на друга. У нас были смешная такая стилизация была, где выходили скрипачи, мы одевали им боксерские перчатки, они вот в них играли, да, на скрипках, то есть, эти вещи мы делаем, и, ну, классно, но мне кажется, что вот те оркестры, которые там не выиграли, да, они все равно не в обиде остаются ни на зрителя, ни на организаторов, потому что для всех это, ну, большой импульс, это и популяризация этих оркестров, участвующих в шоу, да, и творческий всплеск внутри коллективов, ну, нам многие говорили, что у нас в коллективе в период подготовки к битве, ну, был очень большой рост вовлеченности музыкантов, да, всплеск творческой там какой-то, знаете, активности, что приходят музыканты, что-то предлагают, какие-то идеи появляются, то, чего не хватает в повседневной жизни и деятельности, это очень важно. Это круто. Слушай, я прямо вот и рассказываешь, я прямо как будто на концерт сходил к вам, так вот, как раз и хотели добиться этого эффекта, да, чтобы наши слушатели, да, прочувствовали всю атмосферу этих оффлайн-событий. Я просто, да, я обожаю этот проект, он очень сложный и он очень, вот, реально затратный и по времени, и по энергии, и по средствам, да, но он нам, ну, многое, конечно, ожидал в плане опыта, в плане имиджа, в плане связей, да, вот у нас уже сеть такая, вот, оркестров по всей стране и в некоторых других странах, с которыми мы реализуем уже другие проекты, не связанные с шоу Битва Оркестров, мы делаем разные другие концерты с самыми, вот, интересными участниками нашего шоу, то есть это уже дает, ну, там, нетворкинг определенный, да, и дальнейшую реализацию вне самого шоу, то есть шоу, как платформа, а дальше уже идут новые. Сергей, ты сказал, что у вас экономика не всегда положительная, да, вот, а в принципе, какая норма прибыли, ну, может, в процентном отношении, сколько вообще зарабатываете вы на вот таких шоу? Сразу говорю, значит, это может быть в случае, ну, там, большого успеха и, там, удачного управления за кратной частью, это может быть, ну, 30 процентов, наверное, от вала концерта, там, где-то вот так, да, но даже, когда у нас битва выходит в ноль по, по результату, ну, мы считаем, что, в принципе, мы работали не зря. Ноль, включая зарплаты? Нет, не-не-не, мы так не считаем, у нас же компания, ну, очень активно работающая по большому количеству событий, я же сказал, у нас более 100 концертов в год проходит, поэтому тут сложно посчитать зарплатную составляющую в каждом проекте, да, мы так не подходим, у нас есть определенные результаты ежемесячные, да, и просто какой-то баланс определенный, он либо положительный, либо отрицательный, а так, чтобы сколько мы в бюджет проекта заложили затрат на сотрудников, ну, мы так не считаем. Это проще, конечно, когда много событий, тогда в штате люди, это не то, что организатор делает там одно событие в год, и ему тогда приходят собирать команду на раз из серии. Ну, конечно, если ты попал вот на этом событие, которое ты раз в год делаешь, то практически ты не имеешь возможности компенсировать свои потери, а если ты работаешь в системе, у тебя много событий, какие-то из них становятся отрицательными, да, минусовыми, какие-то из них становятся положительными, и наоборот, если тебе повезло, ты выходишь по итогам года в какой-то положительный баланс. У нас к нам подключились зрители, там, да, ребят, готовьте вопросы, ну, я подскажу, что мы сейчас говорим о шоу «Битва оркестров» с Сергеем Андреевым, вот он идейный вдохновитель этого мероприятия, он рассказывает нам про нюансы все, можно сейчас воспользоваться моментом и задать вопросы ему. Да, ребят, с этим можно в Ютубе найти ролики с наших битв, зайти на канал «Битва оркестров» на Ютубе и посмотреть, как, собственно, это выглядит примерно. Скажи мне, какие факапчики были? Ну, наверняка было, что это такое горяченькое, неприятное, но в то же время как бы без этого? Там пару таких моментов можешь из своего опыта... Ну, я могу сказать, что, да, во многом это связано исключительно вот с подготовкой технических служб. Потому что бывают случаи, да, когда вот нам зал, например, дают с двух часов дня. Представьте себе, у нас вот с 14.00, да, а начало концерта в 19 часов. А у них утренняя там своя репетиция и, например, утренний детский спектакль в театре. Вот у нас такая задача «Не хочешь, не делай» называется. И мы должны, должны в это время успеть все сделать. И, в общем, для нас это каждый раз огромный челлендж. Да, это же. Да, да, да. Ну, вот эти моменты, да, важны. И когда у нас происходит задержка, происходила, точнее, задержка, да, мы от этой проблемы избавились, к счастью, в наших вот крайних битвах, которые мы проводили. С каждым разом, конечно, получается все лучше и лучше. Слушай, ну, три тысячи человек, да, пропустить через, да, вот входную дверь, это достаточно большая такая там процедура. Три тысячи человек, билеты проверить. Там же не один вход. Там это концертный зал, который рассчитан на такую вместительность. Это же не то, что у нас одна калитка, да, и люди стоят два километра в очереди. Это же не клуб. А там четыре входа сразу, и там все организовано. То есть это нормально. Достаточно быстро все, да? Да. Да, вернемся к технической части. Ты, Игорь, задал вопрос про инфраструктуру, да? Что у вас есть на балансе сели? Что у вас есть? Инстаграм, фейсбук, канал, да, битва оркестра? Ютуб. 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 Инстаграм есть? Вы продвигаете в Инстаграм? Есть, да, но послушайте, мы, скажем, так как битва оркестра у нас проходит, да, не регулярно, не каждый месяц, да, не там так часто. Мы поддерживаем просто, да, эти ресурсы, но мы их активно не развиваем пока что. Но в перспективе, особенно, когда, даст Бог, мы выйдем на телевизионный эфир, ну, конечно же, тогда проект начнет расти в разы. Потому что, ну, я считаю, что это абсолютно форматное телевизионное шоу, это также и талант-шоу, да, которое можно сделать, и мы будем это делать в таком концентрированном виде, потому что, например, у нас некоторые битвы, ребята, вы не поверите, там, доходили до четырех с половиной часов продолжительность. У нас люди уезжали после шоу, там, в полдвенадцатого, ночи. Вот у нас вот так затягивалось, да, вот в Одессе у нас в оперном театре была такая битва года три назад, это было фантастически, и люди, зрители выдерживали, и я держала реально всех во внимании. Ну, на сегодняшний день что вам мешает зайти на телевидение, какие препоны? Ну, смотрите, это же, ну, канал должен выделить бюджет, и бюджет, ну, значительный, то есть это нам, нам надо начать с пилотного выпуска. Мы должны произвести пилотный, пилот программы, его, ну, сделать круто, да, и потом показывать, но для этого нужно хорошие инвестиции вложить, для этого нужно написать, наверное, сценарий сезона первого, то есть это огромный объем работы. Ты имеешь в виду видеопродакшн, да, чтобы сделать... ну, а как же, конечно. Ну, то есть прийти рассказать ребятам, что, вы знаете, вот такой формат два оркестра, да, ведущие, популярные, вот здесь вот звездные гости, здесь вот это, это, это одно, да, а другое дело, ну, показать, как это может выглядеть. Просто как лайв, как вот делают там балет или спектакли, вот эти концерты. Просто лайв снять и принести на канал, это не будет смотрибельно, понимаете, это разные вещи, вот то, что мы смотрим по телеку и то, что мы, как мы воспринимаем живой концерт. По телеку же энергетика не ощущается, вот, исполнителя, это только картинка, да, и, и звук. А когда на концерте человек находится, ну, это все органы чувств вовлекаются, ну, кроме, может быть, вкусовых рецепторов, вот, и, ну, совершенно такое восприятие, когда ты являешься очевидцем и фактически там, ну, неким участником всего процесса. И как оно создается при тебе в этот момент. Ты не смотришь запись какую-то отснятую где-то кем-то когда-то смонтированную, а ты находишься в моменте. Не, ну, понятно, что живое выступление не заменить никогда. Кстати, по поводу органы чувств, есть прекрасные форматы, когда ты сидишь, кушаешь и смотришь, да, там. Ну, это не наш, слушай. Это больше для кино. я могу сказать, я потому что недалек от музыки я сам играл в оркестре, вот, я музыкант, да, я тромбонист бывший, и... Доставай тромбон, сейчас что-нибудь исполни для нас. Бывший, очень важно. А тут бывшие бывают в этом случае или нет? Бывают, очень-очень. Это как бывшие спортсмены. То же самое. Спортсмен не бывает всегда. По мастерству не пропьешь, езжешь в урожай. По мастерству не пропьешь, но в любом случае. Но я к тому, что находиться рядом с оркестром или в оркестре, это совершенно другое ощущение, чем слушать это в записи. Или смотреть, как бы это совсем не сравнить. Слушайте, ну круто. У нас уже, наверное, к концу подходит наша передача. Можно к вопросам перейти? Тут есть интересные вопросы. Какие у вас планы и куда планируете расти дальше? Так, ну что, планы, ну я же говорю, да, наша цель такая определенная это телевизионное шоу. Телевизионное шоу раз. Второе, это выход на внешние рынки. Это Европа, Америка, возможно там Дубай, возможно ну вот в этом направлении мы очень хотим и я, например, убежден, что такой формат там обретет огромное количество фанов, поклонников. Дальше это мы будем продолжать, продолжать показывать класс на каждой битве. Мы будем развивать в творческом плане, в техническом плане, в плане продакшена, в плане маркетинга этот продукт и добиваться какой-то, ну, надеюсь, мировой славы и мирового признания этого шоу. Я считаю, что проект имеет потенциал стать фактически, и более того, у него нет аналогов в мире, понимаете, в чем фокус. То есть, этот формат у нас некий эксклюзив, не был реализован, да, да. Шоу, шоу. Вот еще вопрос прилетел. Еще вопрос прилетел. Сейчас, сейчас, Игорь, государство как-то сотрудничает с вами, помогает? Есть ли какие-то, может быть, дотации или скидки на что-то? Нет, никакой поддержки реальной мы не получали, из-за исключения того, что у нас участвовали государственные оркестры. Ну, это какая-то косвенная поддержка, потому что, ну, фактически мы все равно с этими оркестрами работаем на общих основаниях, на гонорарной основе. Ну, я могу отметить, да, что вот несправедливо будет не упомянуть оркестры, которые многократный чемпион нашего шоу, это оркестр Наони, Национальный Академический Оркестр Народных Инструментов. Вот они выиграли 7 бит, понимаете? Никто близко не может подступиться даже к тому, чтобы набрать какое-то количество голосов, близкое к тем показателям, которые есть у Наони. Они всех просто разрывают и, ну, их класс, но он какой-то, ну, топовый просто, понимаете? Они выиграли две международные битвы с белорусами и с Молдавией. Все внутренненациональные битвы выигрывают. И для нас, для нас большая мотивация найти им такого соперника, который наконец-то их разгромит. Хотя это очень сложно. Я понимаю, это вопрос бюджета, да? Чтобы привезти... Ну, я думаю, если лондонский симфонический оркестр мы привезем, это будет интересный батл, это будет интересный уровень участников, я думаю, он будет равный. Ну, я... Еще оркестры Сан-Франциско, да, как раз нам есть симфонический оркестр Сан-Франциско, является одним из самых лучших в мире. Бостонский тоже. Есть крутые коллективы, оркестры, но представьте себе, парни, что такое привезти там 40-50 музыкантов... Самолет надо целый рядовать. Пользуясь случаем, давайте, кто нас увидит, услышит, компании, бренды, предприятия, меценаты, welcome, давайте делать это, это крутой. Если у кого частный самолет есть, кто готов... Крутой проект, конечно же, исключительно какого-то коммерческого интереса может быть сложно из него вынять, но имиджевые и в принципе внутренние творческие амбиции свои и желания можно реализовать. Только оркестры инструментальные или можно капеллы группы тоже? А капелла? Да. Не рассматривал такой формат? Они же как из-за барабана, из-за клавишные больше отравлевых хоров тоже есть, да, какая-то? Битва хоров есть такой проект, да, он уже довольно давно но смотри, а капеллы они как и оркестры, они полностью воспроизводят всю гамму инструментов. Ну, битбокс, там, да, 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 да. Ну, смотрите, я думаю, что такой формат был бы интересен, просто я не знаю коллективов, но, с большим количеством участников, чтобы там было, условно говоря, 30 вокалистов, да, которые могут, или 50, чтобы они могли выйти против оркестра, и не смотрелось, что там оркестр 50 музыкантов сидит, да, с инструментами, где-то 5-7 человек. И там 5 человек, да, против них, но из жалости за них могут проголосовать. Ну, что тоже интересно, что тоже интересно. А к вам приезжают из других городов на ваши концерты? Затронем немножко нашу тему. Ну, я такой статистики не имею, да, не могу отследить. Думаю, что, наверное, были у нас, конечно же, зрители, которые приезжали, подтягивались там из разных городов, но... Воспользуемся эфиром в своих личных целях, да, такой коздевчик проведем. У нас просто идея как раз давать концертам, да, платформу, где они могут своих посетителей, да, размещать в отелях рядом с концертным залом. Например, пришел на концертик, до 12 ночи задержался, да, а раз у тебя отель уже готов, не надо никуда ехать, далеко возвращаться, после концерта с любимым человеком пошел отдыхать рядом. Вот такой формат был бы интересен. Это скорее для людей, которые приезжают из другого города, чтобы поделить к нам для события. Смотрите, я думаю, что надо пробовать, да, вот все прогнозы, все какие-то предположения, да, их надо обязательно внедрять проверять и проверять. Я тоже, правильно. Пробусь, даже не кейсы, если люди получат вот приятный опыт от такой услуги, они об этом расскажут, напишут, появятся новые, желающие испытать вот такую услугу, да, ей воспользоваться. и это может приобрести какую-то массовую популярность и востребованность, да, потому что, вот если мы вспомним Блаблакар, да, когда-то там, я не знаю, сколько лет, 8-9 назад они начинались, это было что-то такое, настолько экспериментальное, настолько маленькое, да, и во что это выросло. У вас есть такая программа Блаблакар? Да, конечно. Да, даже мировая. Ну, я на всяком случае точнее, да. Наши компетентные вот они вот развились, да, и стали массово, массово популярными. Давайте попробуем, да, давайте попробуем по партнерам. Расскажи, что вы им предлагаете, когда их привлекаете, кто приходит, вы к ним или они к вам? Ну, вот пару кейсов каких-то расскажи. Всегда приходим, если мне не изменяет память, мы инициируем, да, инициируем, значит, и предлагаем, конечно, рекламные проявления, это огромное количество возможностей проявления. Ну, смотрите, мы готовы, да, мы готовы делать такие, какие-то креативные вещи, условно говоря, что там дирижеры у нас выйдут в джинсах, да, то есть не в фрагах, да, например, они выйдут в джинсах какого-то бренда, там, будем сейчас называть марки, да, это может быть, очень может быть интересно, потому что у нас участники не зажаты какими-то стереотипами, понимаете, у нас оркестры, которые там заслуженные, национальные, знаменитые и так далее, да, они такие вещи вытворяют, что, знаете, немногие молодые на это, может быть, готовы пойти для того, чтобы, знаете, не показаться смешными, глупыми, какими-то нелепыми и так далее, и в этом вот фишка большая. Ну, а о существующих интеграциях, вот пример. Значит, реклама на, ну, то есть, проявление в наружной рекламе, в радиороликах, в телевизионных роликах, в интернете, реклама на площадке, реклама на билетах, можно программки концерта, да, там. Это просто размещение логотипа в каком-нибудь месте. Это размещение, может быть, логотипа или какой-то информации о проекте. Это могут быть флайера, например, двухсторонние, которые там массово распространяются, да, в рамках рекламной кампании. Если это какой-то, ну, бренд, который можно как-то вовлечь в и соотнести с творчеством, да, это можно все очень классно упаковать и преподнести так, чтобы это не было зашкварно, чтобы зрители не смотрели, что это за условно там унитазы, там типа и классическая музыка, да, ну, то есть... на будущее вам хинкалями это... это очень дорого. Как вариант. Хорошо, раскосну... Горячими? А? Горячими? Ну, почему? Холодными? А, и холодными. Слушай, у меня еще вопрос подъехал, не дать немножко, да, во время, да, то есть у тебя начинаешь ты с шести заканчиваешь там тремя. Это ловко. Да, хинкали, да, хинкали, это интересная тема, тоже, кстати, да, как жанглирование там было же у тебя, вот хинкали можно... Было, было, Виктор Хи, это легенда. Ты говорил, что хорошо все это зашло, да, с хинкалями вдвойне. Слушай, вопрос такой вот, очень интересный на самом деле, чем вы занимаетесь пока вот сейчас пауза, да, сейчас же карантин у вас тоже, да, как вы готовитесь что ли к следующему сезону? конечно, никто не был готов к этой всей ситуации, стоп-машина, понимаете, то есть ты едешь на большой скорости с всей командой, с огромным количеством вовлеченных людей, артистов, там, концертные залы, прокатчики, все уже заряжены на работу по определенным проектам и так далее и флоп, все нас остановили. Нам практически просто в какой-то момент сказали, да, запрещается все. Ну, всю эту инерцию какую-то вот всего этого локомотива, да, просто стоп-кран. Все. То есть мы, конечно, офигели все, потеряли кучу денег, потеряли, ну, там, какие-то черты. То есть это состояние неопределенности, во-первых, понимаете, если бы нам сказали, типа, на месяц, а через месяц начинаем. Но никто же такого не сказал, да, никто не знал, что будет. То есть нас уже на сезон на целые выбили из бизнеса, да, летний сезон тоже под фактически угрозой, да, срыва. Осенний сезон под угрозой срыва из-за потенциальной второй волны. Ну, короче, парни, ну, такая история, да. Чем мы занимаемся? Ну, я, например, пишу сценарий сериала, такого вот, юмористического, да, сериала о деятельности организаторов, основанного, да, там, на некоторых наших историях, историях наших коллег, и, в общем, надеюсь, что он найдет свое проявление в виде популярного телесериала, да, вот, такая тема. Дальше. Ютуб-канал организаторы, все приглашаю подписаться. Делаем интервью, делаем гематические выпуски в основном о нашей сфере деятельности, но не ограничиваясь только шоу-бизнесом. Вот у нас первый участник нашего выпуска и герой был Евгений Черняк, предприниматель, известный бизнес-спикер. Вот мы с него начали, да, и дальше у нас очень интересные гости появляются. Да, кто не подписан на Big Money, обязательно подписывайтесь, лучший канал есть, да. Сильный, сильный канал, и Евгений Черняк, конечно, он огромный мотиватор и какой-то пришелец, понимаете, в каком режиме он работает. Можете посмотреть у нас в выпуске, он мне в интервью рассказывает, как он провел последние несколько дней. И муж уже как бы не 24 года, как мне, хотя у меня тоже уже 24. Ну окей, круто, круто. Ну и что, я думаю, что надо закругляться. Какие еще росты у тебя есть планы на фигуре? Еще вопрос по пиару, по привлечению, как вы распространяете билеты, то есть, понятно, у вас есть какие-то предприятия, которые берут, понятно, у вас есть онлайн-кассы, где вы продаете билеты, и они сами как бы их распродают. Какие еще каналы? Рассказываю, значит, самое главное это создать спрос на продукт. Когда ты его сгенерировал, когда ты смог добиться того, что публика хочет попасть, они купят билеты, найдут, где купить, и все каналы распространения билетов у нас, ну, они очевидны. Билетные операторы, сайт нашей компании, касса площадки, где проходит концерт, или там у участников шоу можно тоже приобрести, например, билеты. То есть, здесь ничего такого революционного мы не применяем, я не очень-то понимаю, что можно такого сделать, знаете, эдакого, того, чего нельзя сделать по другим всем событиям. Не, понятно, но имеется в виду, вы сами вкладываетесь в какую-то рекламу, да, таргетированную, как ты говорил. Конечно. Да, то есть, вы там маякуете, что вот у нас события из серии за три месяца, потом за два месяца, как проходит. Не, у нас тут есть цены на билеты, да, например, условно говоря, там, так чтобы вам было понятно, от там 15 долларов или от там 10 долларов до там 40 долларов, да, билеты. И люди, согласно там их бюджета и желания там в какой-то части зала там находиться во время шоу, они просто покупают эти билеты. И чем ближе к мероприятию, тем их меньше остается, соответственно, ну, если ты вовремя не купил, у тебя может либо не быть хорошего места, либо в принципе не быть места. за какое время вы начинаете продаж билетов? Ну, где-то, я же говорю, ну, бывает там и за 5 месяцев мы можем начать подготовку, да, бывает за 3 месяца, ну, вот так. если у тебя остается меньше, чем 3 месяца до концерта, то ты свои шансы сам подрываешь на успех. То есть за 3 месяца уже, как минимум, у вас должно быть какое количество билетов продано? Ну, парни, здесь такой нет связи, это ж не тот бизнес, который можно просчитать и спрогнозировать, но, не знаю, это ж не там какие-то перевозки железнодорожные, где человек там планирует свою поездку, не знаю, там за период, но здесь люди покупают билеты, да, тогда, когда они узнали о событии, когда у них там зарплату они получили, например, или когда их там друг или подруга или мама купила билет, да, и распространяется информация, поэтому все основные продажи происходят за последние там 3 недели до концерта. То есть предпродажа, она разная бывает, но, а вот в летний период, например, в Одессе в оперном театре у нас за день до концерта может быть продано 50% зала, а в день концерта все раскупается. Приезжие, туристы, оперный театр заодно посмотреть, заезжают каждый день поезда, там тысячи людей, да, прилетают самолеты, приезжают на машинах люди, и вот в день концерта люди просто принимают решение о посещении того или иного события. есть какой-то нестандартный способ привлечения, ну, как необычный? Да, мы делали такие промо-концерты в киевском метро, где у нас вот оркестр на ОНИ, да, народных инструментов, где коллективу, там уже 50 лет, мы им проводили юбилейный концерт в Киеве в прошлом году, да, это у нас один из самых знаменитых оркестров, вот они в метро играли в рамках пиар-компании нашего шоу, то есть мы привлекаем внимание, потом снимаем сюжеты для телевидения, да, для интернета, все это распространяется, и такие вещи, они дают хорошую отдачу, в принципе. круто, круто, то есть важно. Но, но, настоящая, я думаю, вот, реализация этого проекта произойдет тогда, когда это получит телевизионное воплощение шоу, тогда о проекте будут знать по всей стране, да, и именно та аудитория, которая нам нужна, а у нас, согласно вот опыта проведения концертов, большая часть людей приходит возрастных на шоу. На 40, да? Ну, за 40 это не возрастные, поверьте. Возрастные, это, наверное, которые там, ну, за 55. Так может, вам надо сотрудничать с пенсионным фондом? Ну, наверное, да, не помешает. У публика разнообразнейшая приходит, я говорю, вот, ну, много людей возрастных, ну, наверное, это связано с тем, что у взрослых людей есть культура посещения оркестровых концертов. И они, конечно, многие в шоке остаются. Что оркестровая музыка и оркестровые концерты могут вот так выглядеть. Ну, я понимаю, ваша аудитория, я просто как маркетолог уже включился, ваша аудитория сидит в одноклассниках, я понимаю. Во-первых, у нас одноклассники запрещены в Украине, также в ВКонтакте. вот и все. Поэтому они сидят, может, это закончилось. Я понял. Последние несколько лет, три года, да. К сожалению, я понял. Да, жаль. поиск, 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 да, Сереж, спасибо большое за, не знаю, насколько мы оправдали ожидания наших зрителей о той информации, которую они хотели получить, вот, но мы постарались выведать у тебя максимум. Я могу одну вещь сказать, ребята, значит, если вы не энтузиасты своего проекта, которым вы занимаетесь, то он у вас будет очень недолговечным. То есть, если вы получили какой-то не тот результат, который вы ожидали на первых этапах, да, то вы просто обломаетесь и бросите. То есть, если проект зажигает и откликается у тебя сильно внутри, у тебя есть мотивация его развивать и двигаться, а если ты просто делаешь это только исключительно как бизнес, ну, это тоже подход, конечно, и хороший, наверное, тоже подход, но первые какие-то неудачи, они просто тебя заставят свернуть эту тему и искать следующую тему. Но, мне вот не нравится такое выражение, что такое 10 лет для хорошего дела? Я думаю, что большой проект, серьезное дело можно развивать десятилетиями и это в итоге приведет к какому-то значительному результату, чем это один раз у тебя успех получился, а дальше ты обломался. Правда, ты прям как настоящий стартапер говоришь там. У нас параллельно мы дружим со стартап-комьюнити, стартап-котики, и там мы собираем всех стартапов. Приходи к нам в сообщество стартап-котики.com, регистрируйся, вступаем в нашу группу. Взывание мне нравится. Да, и мы помогаем молодым предпринимателям строить классные продукты, находить аудиторию, находить команду, находить инвестиции, чтобы создавать продукты мирового уровня. Ну, надо будет какие-то ссылочки все дали, если мы будем публиковать эфир, чтобы эта информация была доступна для... Все ссылки я прикреплю к ролику на ютубе, и, собственно, люди могут посмотреть. Видишь, сколько у нас друзей уже появляется. Круто. Ну, вот просто ты сейчас сказал словами прям реально многих ребят, которые к нам приходят в стартап-сообщество, что не всегда получается получить успех сразу, да, нужно иметь пень и любить свое дело, когда неудача окажется просто процессом, и ты добьешься того, что ты хочешь. Окей, круто, спасибо. Слушать людей, да, потому что ты можешь иногда быть не совсем в адеквате и оценивать, может быть, не все правильно, да, и слушать людей, чему мнению можно доверять, которые будут помогать что-то корректировать, да, что-то видеть иначе, да, и для этого нужен правильный круг общения и правильная среда. Во-первых, я благодарю вас за приглашение, и для меня честь стать первым гостем вашего нового формата. Сережа, спасибо, что откликнулся, на самом деле это было достаточно спонтанно, вот, мы подумали с Игорем, а почему нет, я вот написал и получил сразу ответ, да, и вот, и вот мы здесь. В общем, спасибо тебе, хорошего тебе дня, мы желаем твоему проекту удачи и успехов, если будет возможность как-то посодействовать, мы только рады, вот, надеемся на сотрудничество, но и с нами в том числе, если вам это будет интересно. Давайте, давайте. Вот, и всем организаторам, да, не сдаваться, идти только вперед. Да, ну, все наладится, просто нужно время, конечно, сейчас надо вот, заниматься действительно творчеством, если есть для этого, то есть, возможно, сейчас нельзя падать духом, потому что, конечно же, в какие-то моменты можно впасть в какую-то, знаете, апатию и так далее, вот этого нельзя, надо видеть перспективу, делать то, что можно сейчас делать, и придет время, когда все восстановится, и мы будем разрывать, как и прежде. Да, уверен. Хорошо, спасибо. Парни, на связи удачи, приезжайте в Одессу, лето, уже тепло, и море, море прогревается. Да, обязательно, хорошо, Сережа. Пока-пока, спасибо. Пока.